Учащиеся старших классов общеобразовательных школ в Одинцове посетили мастер-класс по начальной военной подготовке в рамках образовательного проекта «Моя будущая профессия». В современном российском обществе в последнее время очень остро возник запрос на такой социальный запрос на возрождение уроков начальной военной подготовки в общеобразовательных и специальных учебных заведениях. В партии «Единая Россия» сторонники партии «Единая Россия» одни из первых услышали этот общественный запрос и очень активно его поддержали. Под руководством опытных наставников Одинцовского отделения ДСААФ в присутствии депутатов-единороссов, представителей общественных объединений и членов общественной палаты ребята смогли не только прослушать теоретическую часть, но и опробовать на себе новеллы современной подготовки. Вот видите, у нас огромные есть потенциальные возможности. И вот мы можем готовить здесь будущих преподавателей начальной военной подготовки, если речь идет о возрождении этого предмета. Мы можем здесь и готовить специалистов по отдельным категориям. Вот у нас есть учебно-материальные базы, есть виртуальные программы. Виртуальная реальность – предмет гордости Одинцовского отделения ДСААФ. На ее основе можно готовить не только стрелков. Программа позволяет комбинировать любую ситуацию. При помощи разработок в условиях ограниченного пространства есть возможность подготовки парашютистов, операторов квадрокоптера, водителей, механиков и не только. Очень много интересных не просто игр, а обучающих программ. Допустим, «Первая помощь» тоже можно оказывать в виртуальной реальности. Тем самым учиться правильно оказывать первую помощь. Мастер-класс, направленный на поддержку возрождения начальной военной подготовки в школьной программе, посвящен событиям недавнего прошлого, о котором помнят в ДСААФ. Здесь, в созданном в память о Великой Отечественной войне музее, организована тематическая выставка, посвященная битве за Москву. Буквально за моей спиной находятся музеи артефактов, которые были доставлены со всей Одинцовской земли в период битвы под Москвой. Мы гордимся, что у нас есть такие преподаватели. Мы гордимся, что есть такая школа. И мы рады, что наши ребята будут знать, кто же истинный герой Великой Отечественной войны. В ходе обширной программы у ребят была возможность познакомиться с различными видами стрелкового оружия, продемонстрировать свои способности в тире, попробовать себя в сдаче обязательных нормативов ГТО и, конечно, сыграть виртуальную реальность. Мне очень понравилась эта игра. Это была очень увлекательная, хорошая графика. Очень клёво. Такие вот чувства. Прям волшебные, можно сказать. Пока некоторые только присматривались к специальности военного, Полина Вахрушина в свои 14 уже сделала выбор будущей профессии. Её не пугает дальняя дорога. Она регулярно вместе с подругами приезжает в Одинцово из Москвы, изучает основы военной подготовки и старается побить собственный рекорд по сборке и разборке автомата. Подростка привлекают военная форма и воинская дисциплина. Девочка хочет служить в ФСО или парадном полку. Главное – помогать людям. Мне просто нравится военная тематика. Нравится, как красиво идут строем люди. И это так слаженно, так дисциплинированно. И один за всех, и все за одного. То есть, если кто-то попадает в беду, не надо бежать от этого помочь ему. Елена Краева, Михаил Лакеев, телекомпания «Одинцово». , «Одинцово». Продолжение следует...